Лапзание Господа Иисуса Христа Иудою – трагическое событие в истории человечества. Поцелуем один из первых учеников Господа указал врагам на него, предал на страшные мучения, распятие и смерть. Икона с изображением предательства Иуды была чудесным образом явлена в Николоберляковском монастыре святыни наших краев в начале XIX века. Женщине слепой явился во сне ангел, который указал на средство исцеления. Нужно было помолиться перед определенной иконой, которая находится в Николоберляковской пустыне. С третьей попытки икону нашли. Она находилась в хлебопекарне монастырской. Помолившись перед этой иконой, женщина исцелилась. Чудотворная икона после случая со слепой женщиной брела массовую популярность. Многочисленные паломники стекались с разных уголков нашей страны за получением исцелений. С крестным ходом обходили соседние населенные пункты, эпидемии болезни обходили стороной. В современной истории Николоберляковской пустыни, как только появилась возможность восстановления монашеской жизни и богослужебной деятельности после времен лихолетий. Почитание иконы возобновили. Святой образ разместили в центральной части храма для поклонения. Стали проводить крестные ходы по субботам после божественной литургии, совершать молебен с чтением Акафиста, страстям Господним. Иисусе, кто и себе всем подавает, за требованиям и сразами, иисусе с неблагой, и поменим нас, ида, иисусе с неблагой, иисусе с неблагой. Сам оригинал был утерян, к сожалению, в советское время, но у нас сохранились многие списки 19 века. Один из них списков, мы стоим перед ним. Его история весьма интересна. Перед ним один из списков был украден. В тот же самый день пришел реставратор, наш близкий и знакомый, который с радостью объявил, что он нашел список лапзания. Мы думали, что это именно тот, по горячим следам, но оказалось, что это другое. И он оказался и древнее, и красивее. Мы его отреставрировали, и сейчас он здесь храм Христа Спасителя украшает. Честование иконы лапзания Иисуса Христа Юды совершается в Никола-Верликовском монастыре в июне, 10-е воскресенье после Пасхи. Каждый год радость праздника, обретение чудотворной иконы приезжают разделить многочисленные прихожане, паломники, почетные гости. В этот раз праздничное богослужение возглавил правящий архиерей Балашинской епархии епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Празднование чудотворной иконы также приходится на память всех святых в земле российской просиявших. Православная Церковь называет их нашими святыми сродниками. В своем пасторском слове ладыка Николай отметил, что почитаемые святые были такими же, как мы, жили на той же земле, имели такую же веру, церковь, такие же условия для спасения. Но в отличие от нас, они имели решимость быть с Господом, исполнять Его волю и заповеди до конца. Сложно отказаться от всего того, что нас связывают в мелкие, в далекомые грехи, привязаны к земному, нет у нас той вещи, без которой причинается сегодня, что на горле и в току. А вот священному ученик Кукша, его ученик, преподобный ученик Никон Печерский, смогли в своей земной жизни исполнить закон Божий в полной мере. Они жили в наших краях в XII веке, происходили из языческого племени Вятичей. Однако, обретя истинную веру в Киево-Печерском монастыре, они с апостольской проповедью вернулись к бывшим соплеменникам, прошли от Брянска до Суздаля через все Подмосковье, обратили в православие множество людей. Здесь, в наших краях, и приняли смерть за веру во Христа. В честь 910-летия со дня их мученической кончины в Николоберельковском монастыре был установлен памятник. В День всех святых нашего Отечества торжественно освящен. Освящается памятник всей благодати Святого Духа окроплением воды священной во имя Отца и Сына. Мы знаем прекрасно, что сегодня, именно в Киево-Печерской лавре происходит бесовщина. И, к сожалению, некогда, казалось бы, единый народ переносит страшные испытания. Кстати, такие же испытания перенесли и Кукша, и Никон. Люди, которые по поручению руководства Киево-Печерской лавры, братья лавры, пришли сюда для того, чтобы принести людям веру. Сегодня огромное испытание перед, в том числе, нашей страной, когда пытаются эту веру вытравить. Мы видим, что происходит сегодня, казалось бы, в Киевской Руси. Человек без веры превращается в Антихриста и в Сатану. И сегодня здесь, в Никола-Печерской монастыре, мы напоминаем всем, что есть Бог, что есть вера, вера в справедливость. Также в этот день владыка Николай совершил великое освящение домового храма во имя всех святых. Церковь была построена в 1853 году на месте явления чудотворного образа спасителя. В прилегающих келейных корпусах размещалась братья и монастырская больница. Позднее лазарет для раненых и больных воинов в Первой мировой и русско-японской войне. В советские годы церковь была поругана, использовалась под нужды государственных учреждений. В 2021 году храм и братские корпуса были восстановлены и теперь используются по прямому назначению. Церковь всех святых стала четвертой восстановленной в Николоберликовском монастыре после безбожных лет поругания и забвения. Молитвенная жизнь возобновилась в соборе Святой Троицы, храме Христа Спасителя, церковь во имя Архангела Михаила. Завершается реставрация последнего пятого храма на территории Святой Обители во имя Святителя Василия Великого. Работы ведутся уже внутри помещений, уже отделка и полы, и даже заказан коностас. И, собственно, под ним, это же надратная церковь, значит, под ним уже сделан проход, пеший для паломников, для верующих людей. Мы надеемся, к осени это все уже восстановить, так, чтобы можно было посещать этот храм. Никола Березовский монастырь – это чудо. Это чудо. Имел честь, имею честь немного ему помогать, как вы знаете. И то, что я видел первый раз, когда я сюда приехал, это было лет 15, если не больше назад, разваленный, страх Божий. Смотрите, какая красота. И погода, и люди. А с нами Бог, и мы победим. Обидитель живет полнокровной жизнью. Она не только возродилась, вы видели, сколько сегодня на службе было детей, которых сюда приводят. В воскресную школу приносят маленьких, которые здесь получают духовное назидание, окормление. Это очень важно. Божьей помощи всем вам, дорогие друзья, храни вас Господь. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова